Вышли после богослужения 12 июня 2016 года. Подождите-ка тут. Никита, ну иди быстрее, что-то там, надевай. Выдвигай, начинай так, не на солнце, а от солнца. Разные-разные, получается. Так, ставь рядом, так и сверху стоишь. Водиатор. Ну ладно, это мелочёвка нам. Поближе сюда сгуртуйтесь, чтоб слышно было. Поближе, вы нам нужны, все нужны. Лагерь начинает собираться и есть нужда, чтоб кто-то пришёл в лагере позанимался. Девочки ложатся спать, никого нету нынче. Кто-то заболел, кому-то операцию сделали. Ну, можешь на ночь прийти? Я? Ну да, ты. Или как, пускай в царство я не пойду. Я просил уже кого-то, Анфиса, Лиза. Ну, может быть, один день-два ещё не могут, но потом-то надо как-то делать. Чё ж, каждый самоустраняется. Подумайте, там, смотрите как. И готовят, а мужчины готовят на счёт. Пока подъедут кто там. Будут люди-то всё равно. Уже спрашивают, когда можно чем помочь. Это когда-то. Так, по лагерю, кто может помочь? Ну, подойдите, узнайте у Володи, что требуется для этого. Ни средства, ничего не надо. Ваше пребывание. Бывает, там, на кухне что-то. Дальше. У нас в церкви устав определённый висит. Вы когда последний раз считали его? Написано, ноги держать вместе. Чё тут особенного? А как-то в житиях святых везде написано. Мы воины Христовы. Стоит вот так. Так, ну, разве в храме так стоят? В храме так стоят? А зачем же так делать? Нет. Нога устала, гляжу. Платье-то длинное, ещё скрывает маленько. Гляжу, пинает свой подолок, вверху поднимает. Что за вольности такие? Святые, говорит, не подгибали ноги. У нас в уставе написано, вот так вот они подгибают. Встал, отстоял и всё. Ничего не будет. Я вчера заметил, один стоит и вот так вот. Маленько пройдёт время. Ну, секунд двадцать-тридцать. Опять на ногах вот так вот. Ну, вижу, не знает, бестолковый. Я спрашиваю, ты это делал? Делал. А зачем? Ты не знаешь, что это означает? Это означает, что ты блудник. Это блудная лихорадка. Болезнь. И ты в храм принёс эту пахость сюда. Да ты что? У нас был один такой, священником стал. Когда я ему сказал, он ужаснулся. А почему? Бесчётное число там сзади было. Есть такая наука, познание души. Душа, психея. По поднятию глаз, ресниц. Узнаётся наклонность к блуду, Сираха пишет. У женщины. Да как она смотрит? Нет. Она говорит, говорит, ногами. Ногами, говорит, знаки даёт. Это всё написано. Руки держать спереди, не сзади. Слышали? Чего ради ты руку заталкиваешь, запоешь? Раз, другой, третий стоит. Богослужение идёт. Спина болит. Болит? В больницу иди. Отрежь половину. Что это за какие-то подставы делают? Не положено это. Если тебя сегодня, допустим, двоистом задавил где-то, арестуют, ты никогда там руку не сделаешь так. Тебе отшибут в один же день. Почему тут такие вольности в храме? Храм Божий. Ну, не положено всё. Спрашивает ещё. Вчера стоял и всё время оглядывался. Всю службу оглядывался. Было такое? Да. А зачем? Лукавый. А родители не знают, что делать. А я знаю, что делать. Молиться надо и ставить его. Дома придём, сейчас будешь стоять. Стоять среди крапивы молиться. И тогда поймёшь, надо это или не надо. Это по внутренней. Батюшка там ничего не видит. Я гляжу, у нас ласточка гнездо переместила на трубу. Рядом. Печка где есть, она на нём свела уже гнездо. Что она летает-то здесь? Ей надо положить, а мы торчим. Я подумал, ласточка поняла, что здесь дыму меньше, чем там у батюшки. Это закоптил всё. И они переместились сюда. Скажут, там как кузница у него. Я больше ничем не мог объяснить. Два таких хороших гнездо. Квартиру бросить и идти куда-то на задворки. Так, теперь конкретно о помощи. Помощь нужна. Если помощь эту не сделаете, вам будет потом стыдно. Вот эту вот трассу, мы не закончили её. И уехали. Они не везли щебень. Этим занялся вот Алексей. Привезли уже смёрзшиеся куски. Грегер взять не может. Он бульдозер достал. Бульдозером кое-как. Камкинский и по сторонам везде, кое-где не попал. И там уже ямы. И никто ничего не говорит. Значит, завтра мы всем лагерем выходим сюда. Нам нужна помощь. Дать две вот эти каталки, которые вы везёте, вы вываливаете из них. А прокинул, чтобы... Надо щебень развести вручную, и мы это сделаем. Нет каталок у нас этих. Ну, как называется? В неё наложили. У кого есть? Нужно две штуки. Так, ещё всё. Значит, завтра мы в 9 часов будем здесь. Подкатите их сюда. Теперь кто может пойти? Самый маленький ребёнок. Вот такой вот. Он нам нужен. Поганое ведро какое-нибудь. Негодно-то. Чтобы... Которые сбоку в них сбросить камушки. А другой поднимет. Маленький такой камушек. Он поднять может. А это работа. Две руки работают. Завтра кто может в деревне, все подойдите. Батюшка идёт. Я три топора просил. Уже первый идёт. К нам поезжают люди. Мы вчера обошли Рыжковский пруд и второй мостик. Можно сделать. Но труда будет много. От вас нужно одно только что. Батюшка дал мне солому. Отвезти солому Игорь. Там где овечки ночуют. По два круга. На Рыжковский отвезти. И на второй мостик. Обдумай как. О. Берегите. Понятно. Уже один есть. Натащить ещё надо будет. Хороший. Он острый. Так. Ещё два топора. Кто может дать на время? У меня нет в лагере топоров. У меня нет в лагере топоров. Топоры были. Куда делись? Берут. Бросим. Ушёл и всё. Я знаю где. Я дать вам дам топор. Доводите его до ума. Потому что он женский топор. У женщины прежде живущих. На время. У кого топор есть ещё? Я дам топор. Ну вы его наточите. Нет, Игнатьев. У нас в лагере то есть топор. Ну два топора ещё. Два топора то три будет. Нам будет этот. Лёна. Витя поможет валить деревья. Мне нужны большие слеги. По семь с половиной метров. Мы там посмотрели как перегородить. То есть туда валить там вода. Ничего не будет. Мы решили так. Две вот так слеги. Слеги. А теперь щастокол сделать. И с той стороны так же. Между собой стянуть проволокой. А раньше были провода такие как зеленоватые. Остальные такие. У кого есть? Одножильный. Такой стальной. Медный. Медный сверху он. Стальной. А снаружи медный. Ну может быть так. Вот здесь то мы стянули. И видите как всё стоит на месте. Мне нужны такие провода. Посмотри. А ты тянул провод? Это не пойдёт? Ну конкретно. Я вот говорю. А то держу в руках топор. Скажет. Ничего тебя под топором заставляет. Я отвлекусь на минутку. Скажу. Однажды на меня начали там говорить что-то на стройке. Ну плетёт женщина. Я гляжу она идёт. А я отдельно работал. Я к ней навстречу. Нина ну-ка иди сюда. Гляжу она на меня не смотрит. Только на топор. Нина ты говорила. Да ко мне Наташка сказала так. Зови Наташку так. А она глядит на топор. Больше ни слова нигде не сказала. Один начал трепаться где-то. Ну я был маленько другой. Он идёт и я его поменьше. Вот такого вот. Он идёт и говорит. Я вот так вот руки взял. Вот так локтями зажал. Ну я боксом занимал. Он ничего не может. Землю не достаёт. Дёргается и всё. Я говорю. Будешь говорить так. Я тебя вот так вот подвешу. Он пришёл. Прибежал. Этот баптиста меня чуть не задавил. Больше нигде слова не сказал. То есть иногда Господь нас стряхивает громом. Что мы думаем здесь. Завтра если Господь благословит. Собирать вот эти. Которые в стороне. В нужные места где там провалы. Засыпать. Две толкушки мне сварил. Роман. Спасибо Господи. Железные. И они будут бабахать. От вас требуется. Когда пруды у меня будут делать. Найти Игорь. У тебя знакомых много. Вот это называется отработка. Прорабатывать дерево. Ну где-нибудь поспрашивай у кого. Может быть на урывке. Люди это выливают в отвал. Она никому не нужна. Отработка трактора это. На машинах то. Вы посмотрите. Помогите нам. Так Лёша тебе просьба. Тракторист который нам помогал. Этот бульдарист исчез. Не могу найти. Который начальник нигде нету. Найти. 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 И мы начнем делать. Конечно это большие деньги. Но того стоит. Стоит. Это два пруда было бы заложили мы. Уже наши заволновались. Второй пруд сделайте там. Так народ повалит отовсюду. Не повалит. Первое то не будем делать. Тут преграда стоит. Не пройдешь. А там необходимо пасут коров. И поднять. Я посмотрел два с половиной метра. Вот так вот можно поднять воду. Там большая рыба. Раньше вот такой вот окунь водился. Караси. Это мы можем сделать. Я вчера прошел. Расходов не надо. Деньги большие. Но мне Господь даст. Я верю в это. Начинаю с нуля. И вдруг Бог так дает. Значит проволоки. Посмотрите дома. Любую друг с другом сварим. Когда эти заплотины поставим. Вот это ну. Ширина то 8 метров. Вот с этой и с этой. Это где вода то стоит. На самой дамбе то. Теперь надо стянуть между собой. А почему именно такая стальная? Стальная которая раньше то была. Она крепкая. Она не гниет ничего. Не ржавеет. Мы же ее завалим. Когда вот так чистокол поставится. Тогда с этой еще одна слега и стой. И слегать и стянуть. Ну а бульдозер туда будет. И мы ее с соломой по краям утрамбуем. И плотный замок. А слив сделаем в другом месте. И тот южный пруд мы уже подготавливаем. Ничего бы не было не делали. Ничего и не было бы. А вот родники не пробило. Мелеет. Когда родники пробьются. Будем поднимать. То тут вода будет все время стоять. Я помню этот пруд. Пруд хороший был. Значит просьба завтра маленьких своих. Вот эти у нас на работу и выйдут. Так посмотрите. Кто может подойти. Руками щебень ложить в ведро. Только с собой ведра принесите. А мужчины будут ходить. Ведра куда надо отсыпать. И на этих тележках то отвозить. Мы завтра в один день это все закончим. Там щебень свален метры на два стороне совсем. Он как гридировал там сбросил ее. И будет у нас как надо. Так у нас как крещение нынче 10 июля будет. Будут подъезжать люди. Будут. Не только из России. Так что помолите, чтобы нам не обмануться. В прошлом году одному разрешили. Из Сергия в посад это в Загорске. Под Москвой, где Сергия Радонежского. Там гробница и прочее. Разрешили. Он не приехал. Мы беспокоились. То ли его сняли с поезда нигде. И вдруг появляется. Никаких причин нет. Я стал сомневаться. Нормальный ты или нет. Теперь просится. Я ему отказал. Но просится хорошо. Я стал склоняться к нему. Я говорю, скажи ты в школе-то хоть учился? Учился. А сколько классов кончил? Одиннадцать. А еще университет закончил. Ничего себе. Университет закончил. И на тебе раз спихнул. Но он едет во вторник встречать его уже утром. А нам встречал тогда кто? Наверное Кирилл помогал. Кирилл, не поможешь встретить? Он пол седьмого. Я уезжаю. А уезжаешь. Кто встречал? Ты наверное тогда? Вот видишь как. В пол седьмого утра приезжает он. Звать Роман. После этого ждем еще одного Романа. Тот думает здесь поселяться. Я, говорит, накупил все. И сварка и все. Говорит, на одного инструмента наверное миллион. Ну и развод не развод. И мама больна. И как? Я говорю, ты мать забирай сразу. Я ему пока вот это где была тут Татьяна. Я операцию сделали. Тяжелую. Помолитесь. У нее очень плохо со здоровьем. В третьей стадии обнаружили. Нехорошая болезнь. Ну помолиться просто надо. Я вас поднимаю всех, чтобы вы знали о чем молиться когда будете. Вот я вчера ходил, кто-то Алексея не было. Ты мне пробей насчет бульдозериста. Иначе в другом месте. В другом месте в начале. В прошлом году платили полторы тысячи за час. А этот же тысяча семьсот. Я говорю, ничего себе. Откуда взять-то? Чтобы как-то Бог направил. Сегодня занятия будут ли мы? Будут, конечно. В час. В час где? В каком месте? В школе. В школе. Занятия в школе. Кто ведущий-то у вас? Андрюша? Да я обычный ведущий. Виктор, Виктор. Виктор. Ну давай, подготавливай. Как есть. Вот это вот определите. Давайте вот, подожди. С двух сторон поставлю. Отойди отсюда. Садись со мной. Вот. Маша. Ну стань рядом. Это три сестры. Вот видишь. Вот сюда рядышком с тобой. Вот если... Вот сюда рядышком станьте со мной. Они у меня уже третий день. Я их никак не различлю. Одну звать Маша, другой Софья. Вот. Вот Мария, а вот Софья. Какая Маша-то? Вот. Это Маша. А это? Софья. Вот Господь как награждает. Не могу. Они платят одинаково. Все одинаково. Вот это на шейте ей. Она узковата. Дальше. Сатана всех обокрал. Карманов нету. В руках держит платочек. Надежда Васильевна, где она? Вот. Чтобы все карманы были. Притом карманы вот так вот. Вот как Володя сидит. Сверху, а не сбоку. Сбоку карман сделай так. А только карман надо настолько углубляться. Платочки все выпадают. Но хитрость. Но Вы-то зачем на это идете? Вот она. Смотри. Вот тоже встретили его. Сейчас правило такое есть. Вот ему с Москвой надо ехать. Пришли, сдали его по описи как имущество. А здесь встречают. И родители не надо его сопровождать. Он один прилетел. Сергей поехал в аэропорт. Документы показал на кого. Так было? Да. Да, так. Он второй год. Вот она тоже. Тимоша. Ждем еще. С Канадой летят. С Канады. Это севернее еще Америки. Русские люди. Королев. Сейчас я могу ошибиться, как звать там. Так что помолите, чтобы у нас нынче тоже было благополучно. Вот. Вчера подходит ко мне один человек и важную новость по Теряевску сказал. И говорит, я перехожу к Вам в лагерь. Кто это сказал? Я. О, повыше. Так. Мы берем. Нам бы хорошо, если в пару ему отдали вот этого отрока. Он немного меньше. Это вон они девчушки. Какие хорошие девушки-то у нас. Знаете, как хорошо. Каждое утро рано встает, молятся, идет за водой. Там такое ведерко у него. Подумайте. Завтра у двоих можно, ну и конечно постельной принадлежности дать. А с нами рассчитывается проще всего. Я говорю, молоко будете давать на сумму эту. А Вы козли на этом какое. Нам то что. Потому что продукты у нас всякие есть. Так, кто бедствует растительным маслом? Деревенские. Ну, нет растительного масла. Совсем нету. Виталий, есть растительное масло? Да, есть. Так, у меня к тебе разговор есть. Покутно разобраться. Маленько подкати сюда. Ну, давайте отдельно. Ну, скажи маленько. Шагни поближе. Там мне удобнее так. Ты там в интернете говорил, что там я голубя это. Ты откуда еще узнал-то? В интернете жена посмотрела. Жена с ребятишками посмотрела. Ну и что? Она мне показала. Ну, как-то у Вас несоответственность. Здесь же о мире все везде. В чем претензии? В чем? В чем претензии? Кровожадность. Ну, ты не идешь я подойду. В Магомед горе пойдет. Ваша кровожадность. Показать, что ножом режутся. Ребятишки смотрят. А ты что еще видел? Детишки. А я больше не ребятишкам. Зачем ты залез в интернет? Зачем ты шаришь? Там ездят, гладят. Зачем ты лезешь туда, где надо? А там блуда много. Так ты выйди из блуда. Не смотри. Там блудом переполнено. Второе. Жена... Причем здесь блуд? Причем здесь это? Жена посмотрела. Ну, понятно. Жена. Если вы выкладываете в интернете, Никто не будет. Вы меня послушайте, а потом я вас выслушаю. Все претензии ты имеешь. Я тебя распадаю. Я не претензии. Просто я вам позвонил, что как-то неприятно. Ваши, как христианские проповедники, как-то не соответствует вашим действиям. Отвечаю. Да. По-христиански. Ты мясное ешь? Ну, когда есть... Вот ты христиан. А я не ем. Не ем. В рот не беру. Дальше под роликом у меня стоит примерно 20 роликов. Как в Китае... Я закончу сейчас. В Китае идут сколько? 700 тысяч куриц. Как их подвешивают, как теребят, потом дают. Дальше как страусов колят. Как скотину, как свиней. Все показано. Колят как. Как? Ну, вам-то это... Обожди. Да не надо это. Чего ты на меня-то? Это никто не скрывает. Это вы привыкли скрывать? Вот были у Давыда кто-то там снимали. Они петуха ловят. Петуха. Ну, обожди, Виталий. Ну, маленько себя взвешивают. Какой уровень. Петуха. И колят. А этот заснял. Теперь ставит. Вот как бежит, и как топор поднимает, а дальше выбрасывает, уже едят петуха. Ну, понятно, что мы лукавые люди. Ну, вы его закололи. Закололи. А в чем дело? Вот заметь. Как колят. Показано во всем интернете. И христиане. Все показывают. А то никто никогда не страшил за повеление Божие. Так, ребятишки смотрят и учатся. Смотрят, как дядя бородатый крыт. Верующий православный решит. Православный. Смакует. Теперь слушай внимательно. Внимательно слушай. Гиталий. Не безумственный Бог. У Авраама был сын. Я безумственный. У Авраама был сын. И Бог повелевает что сделать? Так это совсем другое. Нет. Ты отвечай конкретно. Что? Что взял? Нож натащил. Пришел. И его связал. Сына родного. Испитание. Не перебивай. Не перебивай. Тебя уже задевает этот враг. Слушай. Не задевает. А теперь Господь говорит. Опусти нож. Ангел явился. И теперь. Теперь он что? Исаак отвернись. Я буду резать барана отдельно. Да конечно. Потому что каждый ребенок всегда видел как приносится в жертву. Это никогда не было странным. Теперь. В Израиле. Уже в новый завет переходила пасха еврейская. Все видели как ягненка несут на себе. Это фильм называется искупление. И как дальше приносится в жертву. А в жертву приносили в Израиль. Это не один не два. 120 тысяч сразу в один день. И видели все до одного. И никто от этого не делал. Это ни грешнее. Ничего. Это естественно. Это естественно Бог отдал. Психология ребятишки. Я не понял. Я зря потратил время. Что это и делай. Я зря вам объясняю. Это просто. Это не просто. Ты никогда не звонишь. Ты один раз позвонил. Потому что тебя это прямо тронуло. Как так? Голубев как это может быть? Так это не я один. Что я должен делать? Это многие вам уже звонили. Ну какие многие. Называй по порядку. Ну что. Ну многие. Давай кто. Брежнев мне не звонил. Путин не звонил. А при чем здесь Брежнев Путин? Ну вот это и оно. Это психология ребятишки. Они еще. Виталий это естественно. Ну для вас это естественно. Потому что. Что? Для вас это обычно. Это сделать. Ты видел как рожают. Ты видел как женщина рожает. Это тоже это. Женщина как рожает. Видел? Вы. Маленько. Все абсолютно показывает. Дальше. Труп когда попадает. Как ему зарезает голову. Как перепиливает. Открой. Что тебя трогает. Все открыто. Ты сидишь там как в кротовой норе. Не знаешь. Ты не видишь. Все показывают. Как скрывают. Как берут анализы. Прочленяют. В морге. И это кандидаты наук. Официально. Ты спроси кто в медицине. Там ничего не скрывают. Все показывают. Увидел голубя режут. А куда его девать? На весь мир. Их больше чем положено в три раза. Показывайте это. Ну. Ну понятно. Голуби пускают мир. Это лицемерие. Здесь же против мира голубя рубят голубя. Виталий. Отступись от этого лицемерия. Перестань лицемерить. Ты колешь и ешь их. А я не покажу как я колю. А чего этого меняется то? Ничего не меняется. Каждое дело это сакральное как то это. Бог дал повеление. Не сказал скрывать или чего. Ты что бунтуешь то? Да я не бунтую. Бунтуешь? Ну присаживь мне позвони. Виталий не надо это. Похихикали по телефону и все. Так Саньте на колечке. Так не стану. Я просто понял что для вас это закрыто. Виталий. Я сказал даже подойти. А ты удалял. Что уже идти за тобой куда то надо. Значит не спокойный ты. Я приехал сюда помолиться. А не ваши передряги. Виталий. Не делай жизнь свою кургузой. Кургузой это вы делаете. Вокруге себя. Ну что что говорите? Ну ты одно долбонишь и долбонишь. Потому что ничего не видишь. Я под роликом поставил 20 роликов. Во всем мире готовят. В Швеции. В Германии. Как колят птицу. Индико. Гусей, куриц. Колят как. Как готовят. Что ты прячешься от кого? Да я не прячусь. Ну как же так. Там христиане. Нет. Ты теперь дальше. Ты потерял спокойствие. У меня много чего есть. Что так сказать. У тебя доводов нет. Ни знаний. Ни долгов. Ни рассуждения. Ты не можешь совместить два места даже. Бог повелел это. Ты против Бога бунтуешь то. Против Бога бунтуешь то. Я против Бога бунтуешь. Попробуй докажи что-то. Так, Меша, ты попробуй ставь его на место, чтобы не месемерил. Больше меслоя не бери в рот. Больше ничего. Ничего не могу сказать. В том-то и дело я ничего не могу сказать, потому что для вас закрыто. Не надо тебе влазить в это. Перестань месемерить и все стало на место. Я сто раз уже поженил в том место. Что говоришь ты, ты оправдываешь. Поеху прикрывай. Так, подожди, не уезжай. Иди. Подожди. Не поговорим с тобой. Я тебя не считаю в работе. Так не делай. Так не делай. Так не делай. Так не делай. Все смотрят. Все смотрят. Вот. Ваш короб. Ваш короб. Ваш короб. Вы видите. Вы видите. Да. Да. Ваш короб. Да. Возьми. Ух.